Всем привет! С вами я, Елена Белова, ваша Строуд. И у нас гороскоп с 28 декабря по 3 января. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Впереди у нас неделя подготовки и празднования. Сама новогодняя ночь достаточно напряженная по аспектам. Луна делает напряжение к Марсу и Плутону, а затем Курану и Сатурну с Упитером. По такие аспекты сложно расслабиться и радоваться празднику. Но если разумно подготовиться, то можно избежать негатива. Самое главное – это не встречать Новый Год с теми, кто вызывает у вас недоверие, раздражение и от кого вы не знаете, что ожидать. Второе важное правило – это разумно рассчитать свои силы, не планировать больших не только физических, но и моральных нагрузок. Третье – аккуратнее на дорогах, в обращении с пиротехникой и острыми предметами. Не садиться за руль в нетрезвом состоянии, ни при каких условиях. Незадолго до новогодней ночи состоится полнолуние 30 декабря в среду по оси Рак-Козерог с гармоничной разрядкой на Уран. Это крайне эмоциональное время еще и потому, что складывается напряженный аспект между Венерой и Нептуном. Сейчас нужно осторожнее относиться к первым впечатлениям, не строить на их основании скоропалительных выводов. Сфлески очарования достаточно быстро могут смениться разочарованием. Не превзносите любимых и близких, а тем более новых знакомых. Сейчас легко впасть в эмоциональную зависимость. Уран же подкинет интересные нестандартные идеи в виде импульсов, а также приятные сюрпризы и неожиданные события, солящие перемены и обновления. А теперь прогноз по знакам. Овен. В ближайшую неделю овнам категорически нельзя мелочиться и изменять своим убеждениям. В работе лучше не усердствовать. Сейчас бесполезно что-либо предпринимать в этой сфере. Лучше уделите больше внимания любви и близкому общению с противоположным полом. Телец. Тельцы могут столкнуться с глупыми ситуациями, но отнесутся к ним с юмором и иронией. Стрессоустойчивость в вопросах работы – ваш козырь сейчас. В целом пробивная уверенность и способность к пониманию поможет добиться желаемого. Но вот окружающие уже не способны думать о профессиональных обязанностях. Это, конечно, может слегка злить представителей вашего знака. Близнецы. У близнецов может появиться иллюзия свободы. Много интересных задач, куча планов. Но это не ваши личные желания. Это когда окружающие все время вас таскают. По гостям, по магазинам, гулять. И это принесет вам новые знакомства. Правда, полезными их назвать будет сложно. Рак, наконец-то вы сможете наготовить сотню вкусняшек. Но лучше больше взаимодействия с окружающими. Прислушайтесь и не настаивайте на своем. Мы знаем, что вы все делаете из лучших побуждений. Но учитывайте интересы и других людей. Пожалуйста. Лев. Без вас, дорогие львы, любое застолье станет скучным. Поэтому берите бразды правления в свои руки. Неделя обещает быть яркой, удачной, полной романтики и любви. Если сильно постараться, то у львов в сентябре могут появиться дети. Тем, кто не планирует, советую держать все под контролем. Дева. Дом сверкает чистотой. Дети кладка причёсаны. Вы встречаете гостей. Идеальная картина. Всё так и будет. Но не забудьте снять передник. Неделя принесёт хорошее самочувствие, способность точно и чёстко действовать. Направьте свою энергию на поддержание порядка и уюта в доме. И вам, в отличие от раков, можно смело диктовать свои условия. Весы. Наконец весы освободятся от груза тех забот, которые давили на них в 2020-м. Но не до конца. Хотя уже и так понятно, что всё решится наилучшим образом. Наслаждайтесь жизнью, отношениями и общением с любимым человеком. И ни о чём не думайте. Настраивайтесь на работу после праздников. Январь будет очень активным. Скорпион. Скорпион. У скорпиона всё хорошо. И в отношениях всё замечательно. И работа ладится. Живут, как хотят. Думают, что хотят. И вообще, они самые счастливые на этой неделе. Стрелец. Стрельцам лучше всего довериться естественному ходу вещей. Расслабиться. Потому что, как только вы отпустите ситуацию, решение сразу найдётся. Да вы и сами понимаете, какой огромный потенциал у вашего знака. Без активной деятельности может стать скучно. Но это время отдыха. Вот и разрешите себе все радости жизни. Козерог. К вам придёт осознание своих истинных и творческих способностей. Это что-то невероятное. Возрастает словесная активность. Поэтому вам точно говорить тост за праздничным столом. Сейчас вы можете легко увлекать других людей, зажигать их идеями и просто делиться хорошим настроением. Водолей. В жизнь водолеев ходят долгожданные новые возможности. То, чего вы очень хотели, стремились и ждали. Лишняя суета уходит. Всё самой будет расставлено по местам. А ощущение стабильности и покоя буквально на пороге ваших дверей. От водолеев требуется только серьёзность и ответственность. Рыбы. Неделя, когда мы по-настоящему вдохновлённые, верим в чудо и готовы транслировать эту веру на окружающих. Самое лучшее время отпускать, прощать самого себя в том числе. Поблагодарите уходящий год за опыт. Выпейте вина. И самое главное, скажите спасибо себе. Без вас у вас ничего бы не получилось. В скором времени представится шанс, мимо которого вы точно не пройдёте. С наступающим и Новым Годом! Пусть звёзды благоволят вам. Живите в гармонии с ритмами космоса. И пусть всё у нас будет хорошо. Продолжение следует...